Давненько что-то я не рассказывал ничего про Телеграм, а там вышло много нового и интересного. При том, что сам Телеграм вызывает у некоторых специалистов по цифровой безопасности определенные опасения. И буквально следующий ролик я сделаю о безопасности Телеграм. Красивый ролик, ждите. Несмотря на это, Телеграм остается одним из самых популярных мессенджеров. Поэтому о нововведениях Телеграм я буду время от времени рассказывать. Тем более, что последнее обновление в двух пунктах разработчики называют новой эрой конфиденциальности. Первое – это возможность привязать аккаунт к виртуальной сим-карте, которую у Телеграм же вы и покупаете. То есть это не регистрация без привязки к номеру телефона, которая есть у большинства по-настоящему защищенных мессенджеров, а просто купите другую симку у нас. Про это я сделаю отдельный скринкаст. А пока напомню, что вы можете частично обезопасить себя, скрыв свой номер телефона. Это вот здесь, в настройках. Конфиденциальность, номер телефона. По умолчанию, по-моему, стоят мои контакты, нужно поставить никто. А в случае с найти по номеру, видите, вообще нельзя выставить, что никто. Ну, не так страшно, в принципе, не добавляйте просто номер товарища майора в контакты. Ну и защита тоже так себе, но сделать это будет не лишним. При этом надо добавить обязательно ник, если его нет, чтобы вашим контактам могли поделиться. Ну и уже, чтобы два раза не вставать, также включите обязательно двухфакторную аутентификацию, если еще нет. И переходим, собственно, ко второй фишке, которую разработчики озаглавили. Беспрецедентный уровень конфиденциальности. Серьезно. Вот так и написано. Беспрецедентный. Речь идет об автоудалении сообщений, которое в Телеграм было, но теперь его можно выставить на все чаты, которые вы запустите с момента подключения этой функции. Но с одной оговоркой. Весьма странно. Но об этом в конце. Итак, заходим в автоудаление сообщений, по умолчанию стоит отключено и выбираем, например, один день. Отлично, сообщения во всех новых чатах будут удаляться через день. И более того, вот тут неприметная надпись «Применить к ранее созданным чатам», при переходе по которой вы попадаете на вкладку, где можно выбрать эти ранее созданные чаты. Ну, в целом удобно. Поставить таймер удаления сообщений можно только в тех группах, где вы являетесь админом. Поэтому все, где я не являюсь админом, выделено сереньким, не работает. А те, что работают, просто выбираете и на все эти чаты распространяется правило в удалении через день. Первое, что мне непонятно, почему при выборе другой срок нет возможности выбрать период меньше дня. Возможно, я придираюсь, но я часто встречаю ситуации, когда таймер ставят на минуту-две. Он же включается после прочтения. А второе, вот так это выглядит красиво, все включилось. Кстати, отключить можно кликнув по иконке с таймером на аватарке. Но он не включает автоматически таймер автоудалений на секретных чатах. И вот это уже совсем странно. Именно в секретных чатах это наиболее востребованная функция. Причем там также появляется иконка автоудалений на аватарке, но само автоудаление нужно включать отдельно. Имейте это в виду, какая-то прямо диверсия. Так, ну и еще одно нововведение, связанное с кэшем. И про кэш тоже надо сказать два слова. Это данные и память. Использование памяти. Нововведение в том, что они добавили возможность посмотреть, сколько занимает кэш в отдельных чатах и группах. И также отдельно их почистить. Не знаю, есть ли смысл чистить отдельно по чатам, но чистить кэш желательно время от времени. И не только ради экономии дискового пространства, но и вообще, зачем вам хранить лишние хвосты на устройстве. Где-то что-то забудете, чат удалите, файлы останутся. В непростое время живем. Тем более, что в Telegram, кроме ручного удаления всего сразу вот этой вот кнопкой, очистить кэш Telegram, можно еще установить автоудаление через три дня, неделю или один месяц. Но очень удобно. Но в любом случае все эти удобства и прекрасности никак не отменяют того факта, что к Telegram нужно относиться осмотрительно. Об этом, кстати, я бы с удовольствием сделал стрим. И даже готовлю такой, так что следите за анонсами. А также любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий.